Приветствую, друзья! Вы на канале Наука Космос Будущее. Сегодня поговорим про аккумуляторы будущего. Ученые и компании ищут новые решения для хранения энергии. Согласно отчету Verified Mark Research, мировой рынок аккумуляторов по итогам 2019 года оценивается более чем в 36 миллиардов долларов. В 2027 году он может вырасти до 116 миллиардов, при этом объем российского сегмента накопления энергии к 2025 году может составить от 1,5 до 3 миллиардов долларов в год. Наиболее популярными хранилищами энергии остаются литий-ионные аккумуляторы. Однако компании и исследователи находятся в постоянном поиске новых решений, которые станут более энергоемкими, дешевыми и экологичными. Электроаккумуляторы Производство электроаккумуляторов, которые не боятся морозов и жары, планируется наладить в Калининграде к 2030 году. Входящая в Росатом компания Ренера планирует к концу текущего десятилетия освоить серийное производство батарей для электромобилей на основе твердотельных источников питания. В твердотельных аккумуляторах электролит находится в твердом состоянии и его температурный рабочий диапазон достаточно широкий. Это позволяет не бояться зимней эксплуатации и ускорить время зарядки без опасений перегрева. Сейчас серийных батарей для легковых электромобилей твердотельными аккумуляторами в мире не существует. Однако об их перспективности давно и много говорят. Сейчас в России уже собирают электромобили Москвич и Эволют. Собственные электрокары разрабатывают концерны Алмаз-Антей и КамАЗ в сотрудничестве с Росатомом. При этом Калининградский завод также будет делать аккумуляторы для стационарных накопителей энергии, для электробусов и даже для аккумуляторной строительной техники. Органические аккумуляторы Еще в 2020 году Mercedes-Benz объявил о планах по созданию органического аккумулятора. Основой технологии станет графит с электролитом на водяном растворе. Это позволит исключить использование тяжелых и токсичных металлов, а утилизировать батареи можно будет путем компостирования. Однако в Mercedes отмечают, что начало массового производства таких аккумуляторов начнется не раньше, чем через 15 лет. Углеродные волокна В 2021 году группа ученых из Технологического университета Чалнерса в Швеции представила аккумулятор для автомобиля из углеродного волокна. В будущем такие аккумуляторы из композитных материалов можно будет использовать как в автомобилях, так и в самолетах, чтобы сделать их легче и экологичнее. Пока ведутся испытания прототипов разных форм-факторов. Аккумуляторы без кобальта Никель и кобальт – ключевые металлы в аккумуляторах современных электромобилей. Но эти металлы дороги и сложны в добыче. Поэтому производители батарей стремятся найти им замену. И в будущем такие аккумуляторы могут стать дешевле существующих литий-ионов. И при этом будут иметь более высокие характеристики скорости зарядки и энергетической плотности, а также будут менее огнеопасны. Полимеры Полимерные аккумуляторы, например, полимерные литий-металлические, возможно, смогут стать более безопасными, долговечными и экономически выгодными. Так как процесс их производства, вероятно, будет похож на производство пластиковой упаковки. Полимер для аккумуляторов будут получать из алюминия и других распространенных материалов. Цинковые батареи В цинковых батареях также следует, вероятно, ждать прорыва. Уже находятся способы для замены лития на нетоксичный и дешевый цинк в аккумуляторах. Уже появляются первые цинковые батареи, которые можно быстро заряжать и разряжать. Ведутся испытания образцов. Их можно будет масштабировать и для мобильных телефонов, и для транспортных систем, а также для нужд электроэнергетики. Плутониевая батарейка В МИФИ создали прототип плутониевой батарейки. Сердце ядерной батарейки – это вакуумная капсула с радиоактивным изотопом. Благодаря энергии ядерного распада она нагревается до 1500 градусов Цельсия и начинает светиться. Расположенные вокруг капсулы фотоэлементы преобразуют свет в электрическую энергию. Таким образом, атомная энергия работает по принципу солнечной, только без солнца. Фотоэлементы атомной батареи отличаются от обычных, так как должны выдерживать огромные температуры. Есть и другие секреты. Например, на стенке капсулы с радиоактивным изотопом напылен слой наночастиц сферической формы из тугоплавких металлов. Геотермальная энергия Плюсы геотермальной энергетики – это высокая экологичность. Практически полностью отсутствуют выбросы парниковых газов. Также большим плюсом является возобновляемость – неиссякаемый источник энергии. Криосистемы Например, система, которая будет захватывать воздух из атмосферы в специальную емкость и сжимать его при сверхнизких температурах, чтобы превратить в жидкость. Эту жидкость будут помещать в баки с теплоизоляцией и низким давлением. Нагревание вернет воздух в газообразное состояние, а газ приведет в действие турбиногенераторов, которые будут вырабатывать электричество. Солнечные батареи Международная группа ученых еще пару лет назад представила новые ультратонкие металлические электроды из золота, которые можно будет применять для разработки прозрачных солнечных панелей. Потенциально такие панели можно будет встраивать в окна домов и офисов, чтобы аккумулировать энергию. Ну и напоследок – необычные решения. Существуют и немного фантастические проекты, например, гравитационный накопитель энергии, который планируется установить над полутора тысячаметровыми заброшенными шахтами. Масса грузов при этом может варьироваться от 500 тонн до 5000 тонн. При спуске груза будет происходить выработка энергии. Приводом лебедки груза будет служить электрическая машина, способная поглощать и вырабатывать электрическую энергию при подъеме и опускании груза. Или вот еще – батарея, которая будет питаться углекислым газом из любого источника и будет способна поглощать потоки как из выхладной трубы автомобиля, так и собирать углекислый газ из атмосферы. Батарея состоит из ряда последовательных камер, в которых находятся электрохимические ячейки, пропускающие поток. Когда она заряжается, на поверхности электродов протекает электрохимическая реакция, а затем батареи требуется разрядка для очистки электродов. Чистый газ при этом откачивается в отдельную камеру. А исследовательская группа из Национального университета Сингапура и Японского университета Тахоку вообще разработала технологию, которая с помощью крошечных интеллектуальных устройств позволит преобразовывать беспроводные радиочастоты в энергию. Так что, возможно, в скором будущем микроэлектронику можно будет запитывать с помощью сигналов Wi-Fi. Друзья, спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте лайки, напишите, какие из предложенных идей вам больше всего понравились. Продолжение следует...